Итак, ранее мы рассмотрели вопрос относительно того, как Андрей Боголюбский угробил Русь. Вот именно вот этот человечек, сын Юрия Долгорукова. Конечно, выглядел он чуть-чуть не так, мягко говоря, с большим количеством монголоидных черт. Российская Википедия, поэтому, в общем-то, видимо, в своей статье и не приводит ту реконструкцию Андрея Боголюбского, облика Андрея Боголюбского, которую сделал российский же исследователь Герасимов по своему методу. А черты этого самого Андрея Боголюбского в той реконструкции весьма и весьма татаро-монгольские. Хотя это еще некоторое время до татаро-монгольского, в общем-то, нашествия. Итак, его отец долгое время был изгоем и не мог захватить Киев, а очень хотел. Его отец, ну, кстати, матерью его была половецкая княжна, но это уже отдельная история. Так или иначе, его вот этот отец долгое время пытался захватить Киев. Он был назначен именно как владетель Суздальщины, то есть Залесия. Но ему это не нравилось, и поэтому все свое время он лез в Киев. Его обратно из Киева выгоняли, и он обратно в Киев лез. До тех пор, пока его там и не втравили. Но его сынок уже в Киев лезть не хотел. В общем-то, он от Киева, от отца своего сбежал еще задолго до того, как того втравили. И, по сути, он отколол Суздальское княжество, основал новую столицу для этого княжества, и выгнал всех сподвижников своего отца, а также всех младших родичей. И, в общем-то, таким путем, со временем он провозгласил себя великим князем Владимирским. Все. Русь до тех пор знала только одного великого князя. Собственно, ну, это естественно. Обратите внимание, что Русь состояла из княжеств. Вот сердце Руси, Русь-Украина. Тоже, как видите, разделено на несколько княжеств. Киевское княжество, Переяславское, Черниговское, Туровское, Волынское, Галецкое, Тьмо-Тараканское. Оно тут не обозначено, но так же было. Тьмо-Тараканское, кстати, не причислялось непосредственно к Руси, но было с ней очень сильно связано. Муромо-Рязанское начально так же входило в Черниговское, а потом уже раскололось на Муромское и Рязанское. Именно под влиянием вот этих процессов. И вот, Русь состояла из княжеств. Княжество, 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 княжество. Каждым из которых правил князь. Все эти князья были родичами, рюриковичами. Как правило, приходились братьями, дядьями или племянниками друг к другу. Началось с того, что Святослав посадил своих сыновей править тремя частями Руси В его варианте это был Ярополк, который наследовал, собственно, Киев Это был, соответственно, другой его сын Олег, который наследовал Древлянскую землю Еще есть вариант, при котором у него был еще один сын Тур, который как раз и наследовал Туров А Владимиру Незаконорожденному он отдал Новгород Поскольку Новгород, как раз Эльменский, достаточно далеко от Руси И чтобы оперативно там принимать какие-то решения Лучше, чтобы не они оттуда посылали воеводу, пока он доберется Ну или воеводу, или какого-то посланца, гонца Пока он доберется до Киева и скажет Нас осадили, нас там убивают, нас там грабят А лучше, чтобы был местный князь, который на месте может принимать те или иные решения В общем, та от имени Киева Ну и дальше эта вся система повторялась в следующих поколениях Однако, когда князья расплодились, потребовались уже дополнительные какие-то регулировки этой системы Так или иначе Существовали вот эти княжества И киевский князь, начально отец, а позднее старший из братьев Звался Великим Князем Когда Боголюбский отколол вот этот кусок от Руси, он провозгласил себя Великим Князем Московицкая трактовка обычно говорит, что это означало, что столица перенеслась сюда Но это неправда, поскольку позже я покажу, в общем-то, других последующих киевских великих князей Правда в том, что его действия создали параллельно начально два великих княжения Великое княжение Киевское и Великое княжение Владимирское Связи княжеств на тот момент уже весьма ослабли И терзались разнообразными мелкими усобицами между ветвями Рюриковичей Поскольку после Мономаха, в общем-то, в каждом из княжеств уселась своя ветвь Рюриковичей И эти ветви начали между собой конфликт за то, что кому принадлежит До этого, когда существовала лествичная система, в общем-то, это порождало другие конфликты Но это обеспечивало однозначное единство всех территорий Поскольку князья не привязывались к территории Князь сегодня он мог быть ростовским Завтра новгородским Послезавтра киевским Как тот же самый Ярослав Это прекрасный пример карьерного роста Что сначала его послали в какую-то юебань, условно говоря Это, кстати, было не ругательство Можете погуглить, что это было Ну, неважно А потом оттуда он, так сказать, возвысился До северного крупного центра А потом и, собственно, захватил Киев И вот так в первые времена князья не привязывались к территориям Тот же самый святополк Он то Туровский князь, то уже Киевский Позднее он уходил как раз через Туровские и Волынские земли В земли, в общем-то, Литвинов Это к вопросу о том, почему ветвь от святополка ушла именно сюда А не куда-нибудь сюда, а не туда Так потому что святополк Был, в общем-то, Туровским князем при Владимире Когда Владимир сидел здесь, святополк сидел здесь Начально это подразумевалось, что когда Владимир помрет, святополк займет его место Сталось чуть иначе Но то тоже другая история, которую потом буду разбирать И вот князья не привязывались к территории После Мономаха они в каждом из этих княжеств уже пускали корни Единственное, конечно, в Киеве и в Новгороде не было своей княжеской династии Киевом владели великие князья А Новгородом владели те или иные князья Руси Которые, в общем-то, хотели и которых новгородцы хотели Там все было сложно, так или иначе И вот это событие перед отколом Суздальщины Андрей Боголюбский провозглашает себя великим князем Но сохраняется, в общем-то, и великое княжение Киевское Новгород таким путем получает выбор Приглашать ему князей из Киева и Киевской, условно говоря, системы Или из Суздальщины Понятно, что в Суздальщине после Боголюбского начались свои войны Его убийцы Кучковичи при поддержке Волжской Булгарии Начали национально-освободительную войну против Рюриковичей Это обусловило разные тенденции и в Муроморязанском княжестве Которое тоже очень быстро откололось от Черниговского княжества И стало вот чем-то средним между еще владениями Руси И, в общем-то, сферой влияния нового, такого альтернативного центра Руси Но, тем не менее, новгородцы, чтобы Киев их не сильно подчинял Могли обращаться и сюда И номинально, если Киев им какую-то претензию предъявит Они скажут, а что? Эти ж тоже князья Мы вот с ними заключили контракт, а не с вами Если что-то вы с нами имеете не то Обращайтесь к ним Воюйте с ними Потому что мы, типа, под ними Как бы, а нас не трогайте Если нас хотите, типа, мы будем под вами Но мы, как бы, уже под ними И все дела Полоцкое княжество В это время ведет Стоянные приграничные войны Дипломатические связи И внутреннюю борьбу С как раз Потомками, нащадками ветви Святополка Которые обосновались в Литве И создали альтернативу Руси Не христианское, а ведическо-языческое государство Ведическо-языческое княжество На каких-то этапах Они платили дань Полоцку И, соответственно, Киеву На каких-то этапах Они уже перестали платить дань Особенно увидев вот это дело Особенно увидев, что и Волжская Булгария Полностью откололась Они тоже полностью, так сказать Откололись от киевской системы Далее от Киева Откололся Чернигов Постепенно Эту же судьбу повторил Смоленск И Тьму Таракань Во-первых Каждый из Всех этих князей Хотел завладеть Киевом Поскольку все-таки Киев был столицей И завладев Киевом Он утвердил бы себя Теоретически над всеми Практически В случае, когда Киевом владел Ну, кто-то кроме них самих Они не хотели подчиняться Киеву И в случае чего Могли Как бы говорить А вот есть и другой центр А вот есть и Новгород Который вообще своим путем живет И вот создавалась такая Многополярность центров в Руси В случае чего Можно обращаться в Уловскую Булгарию За помощью Как это сделали Кучковичи В случае чего Можно вербовать В свои воинства Морийцев, Удмуртов, Мордвинов И всяко разных В случае чего Половцы всегда готовы К войне и нападению Поэтому Между старым центром Руси И альтернативным Не новым центром А альтернативным центром Как бы антицентром Руси И уже даже не Руси А как бы Между по сути Головным мозгом И раковой опухолью Руси Возникла вот такая вот Буферная зона От Литвы Литва, Полоцк, Смоленск, Чернигов И Тьму Таракань Это территории Которые Как бы И не сепаратисты Как Вот это дело Но с другой стороны Эти вообще независимые И вообще И другой веры Придерживаются Поэтому Эти еще более В каком-то смысле Независимые Хоть и дружественные А иногда и воюют Все сложно Тьму Таракань С половцами То воюет То пытается найти Компромисс Снова Вот эта карта Она в чем-то хороша В чем-то дебильна Поскольку на ней Одновременно Присутствует И Волжская Булгария И Сарай Это анахронизм Поскольку Когда была Волжская Булгария Сарай Как столица Золотой Орды Еще не было Зато была Тьму Таракань Здесь Тьму Тараканское Княжество И в степях Которые Ну юридически Подчинялись Галичу Киеву Переяславлю Чернигову И Тьму Таракани Все равно Проживали Мятежные Половцы Поэтому Правильнее Было бы Все вот эти степи Так же Заштриховать Такими цветами Ну и Рязань В общем-то Чернигово-Рязанские Вот эти владения Можно сюда Даже продлить И вот это Спорные территории Где постоянно Между Чернигово-Муромо-Рязанскими Владимиро-Суздальскими И Волжско-Булгарскими Силами Были всякие конфликты И все И все они По периодичности Договаривались С Половцами И так далее Это все еще Перед приходом Орды Перед приходом Орды Русь Распалась А Началом Цепной Реакции Распада Руси Были Действия Андрея Боголюбского Андрея Боголюбского Который И подох Вследствие Этих Действий И который Не основал Никакую Ни династию Ничего Он сдох Дальше Последующие Московицкие Правители Это были Или Кучковичи Потомки Его Убийц А если Брать Тверских Князей Это потомки Его брата Все Как бы Его Потомков Не осталось Ну тоже Есть Собственно Есть Смутные Теоретические Намеки Что они Там были Что они Что-то Делали То есть Вот эти Дети Есть Как бы Если бы Я не сделал Это вступление Меня бы Опять Обвинили Что я Все Придумал И все Исказил И ничего Не знаю Я читал И не только Википедийные Статьи Про этих Всех Деятелей В общем То Но Так или Иначе Это все Тупиковые Ветви Это все Тупиковые Ветви Которые Были Истреблены В каких То Случаях При жизни Самого Боголюбского А в Каких То Если Даже Не Дожили До Смерти Боголюбского А в Каких То Случаях А в Каких То Случаях Были Уничтожены Чуть Позже Так Или Иначе Все равно Это Весьма 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 Такая Отдельная Тема Которая В Руси Не дала Своего Продолжения Однако Русь Он Расколол Однако Если Бы Он Не Угробил Русь Как видите Тоже Ненадолго Пережил Папочку Своего Вот Такое Проклятие Вот Такие Последствия Для Того Кто Отколол От Руси Залесии Залесия В культурном Смысле И так Не особо Русью Это и было Но Руси Принадлежало Руси Платило Дань И в общем То Лучше Было Под Русью Чем То Что Случилось Позднее А После Него Все И для Других Был Плохой Пример И Русь Раскололась Однако Давайте Ради Справедливости Посмотрим Какие Были Великие Князья Киевские Есть Статья Википедии Конечно же Конкретно Про Великих Князей Киевских К этой Статье У меня Есть Свои Претензии С Какими-то Из них Я вас Познакомлю Непосредственно С Какими-то Например Аскольд Он не был Ну Он Провозгласил Себя Великим Князем Однако Начально Он был Представителем Рюрика И На этот Момент Именно Рюрика Следует Считать Великим Князем Киевским Аскольда Лишь Его Представителем Непосредственным Непосредственным Регентом Ольга Как сказать Княгиня Регент Ну Да Ладно Ну тогда И Свинельда Можно Куда-то Сюда Записать Если Уже Аскольда И Олега И Ольгу Записали Где Свинельд Черт Побери Ярополк Есть Владимир Есть Святополк Есть Так Ну Святополк Здесь Даже Дважды Типа Второй Срок После Изгнания Отсюда Ярослава Ладно Но Потом И Ярослав Притащится Опять Повторно В общем То Видите В некоторых Случаях Повторно Вот У этого Корона Интересная Кстати Совершенно Не Вписывается В то Что Навязывает Российская Трактовка Про Шапочки Мономаха Так Называем Потому Что Есть Вот Летописи Где Иногда Вообще Изображаются Безголовных Уборов Где Изображаются В шлемах Что Имеет Относительную Достоверность Кстати Вот Игорь Рюрикович И Потом Я покажу Как Изображался Отец Рюрика И Другие То Вот Эти Самые Усы Можно Будет Как Раз Вспомнить Не Вспомнить Не знаю Может Даже Если Не в этом Видео Если Оно Затянется То В ком Московицкая Трактовка И Князям Начали Изображать Шапочки Мономаха Так Называемая Для Того Чтобы Легализировать Московицкую Брехню Вот Тут Такую Шапочку Изобразили Ну И Дальше Пошло Поехало Как видите Юрий Долгорукий Всю Дорогу Пытался Захватить Киевский Престол На Киевском Престоле Правда Менялись Другие Князья Короны У которых В Некоторых Случаях Вполне Себе Европейские Вполне Себе Википедия Черт Ти Отдери Чудей Короны У которых В некоторых Случаях Вполне Себе Хорошие Вот Ну Конечно Да Это Позднее Изображение Но Знаете Все равно Это Не шапочка Из фольги Не шапочка Мони Меха Так Сказать Ну Или Правильнее Сказать Так Называемая Российская Шапка Мономаха Она же Шапка Золото-Орденской Книжной Кончаки Тут Князь Россия Руси То есть Руси То есть Руси Украины Империи Руси Тогдашней Да Да Вот Вот Все Царская Корона Все Как Положено С Другой же Стороны Московиты Обыдно Видя И Написывая Такую Надпись Подразумевают Сопричастность Данного Человека К Московии Поэтому Это ложь Тогда Конченая Жалкая И Недопустимая С которой Нужно Бороться И которую Нужно Всячески Пресекать Итак Что 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 Тут Нужно Учитывать Вот Долгорукий Товарищ И Дальше И Дальше И Дальше Мы Видим Огромное Количество Князей Мы Видим Что Киев Не Прекращает Существовать Как Столичный Центр Мы Видим Что Боголюбский Когда Захватил Андрей Боголюбский Когда Захватил Киев Он Даже Не Пытался Утвердиться На Киевском Престоле Вместо Этого Он Попытался Усадить Своего Брата Всеволода Большое Гнездо Но Рюрик Из рода Рюриковичей Далее В общем-то Стал Править Киевом А Всеволод Юрьевич Так На Престоле Рюриковичей И не Утвердился Это Позднее Изображение Рюрик Это Второй Может Даже Третий Уже На самом Деле Ну Так Или Иначе Ладно Пусть Считается Даже Второй Нормально Что Мы Здесь Видим Мы Здесь Видим Невнятный Котелок Может Шапка Типа Монимеха Да Нет Если Как я Уже Не раз Сравнивал С Аналогичными Византийскими Коронами То Нужно Предполагать Здесь Поздню Как раз Пышную Византийскую Корону Намного Даже Более Пышную Качественную Чем Вот Эта Вот Потому Что Это Типа Более Низкая Корона А Это Все Таки Императорская Корона Сидит Он На Пышном Престоле На Пышном Троне Во Дворце Это Терем В Тереме Вот Есть Какие-то Покои Где Вокруг Буквально Его Трона Там Такой Чуть ли не Солнечный Свастический Нимб И он Сидит Там Как Владыка Своей Империи Ему Прислуживают Куча Разных Правителей И Воеводы Советников Более Низшего Звена Просто Изображение Качественное А так Его статус Равен Статусу Византийского Императора Ну О Качественности Вот Этого Даже Говорить Не Хочется И Как Видим Короны У них У всех Поздневизантийские Императорские Ну Вот Есть Такие Какие-то Поздние Тоже Прорисовки Но Корона Чуть Уже В Европейском Стиле Делается А Правильнее В Византийском Именно Ой Ой Тут Все Плохо Вот Это Вот Это Это Плохо Но Более Менее Достоверно На самом деле Возможность Ношением Данилой Романовичем Сдвоенной Короны Как у Мономаха Вообще На самом деле Тоже Не Исключается Потому Что Скорее Всего Когда Он Собственно Собрал Русь Украину Он И пытался Провозгласиться Каким-то Новым Царем Руси Украины Наследником Былой Империи Руси Но Позднее Согласился На Снижение Амбиций И на Статус Короля Уже С другой Короной Ну И Дальше Уже Пошли Московицкие В общем-то Бредни Ладно Так или иначе Что я хотел Продемонстрировать Что Никакого Перенесения Столицы Не Осуществилось Что здесь Написано Андрей Боголюбский Был первым Князем Завладевшим Киевом И хоть Принявшим Титул Великого Князя Не ставшим Правитьем Личным Передавшим Родственнику Все дела Все дела Ну В общем Да Считается Что там Как бы Он стал Великим Князем Но он Во первых Незаконно Стал Великим Князем Это он Узурпатор Да И по сути Дело Позднее Все таки Он Сепаратист Отколовший Своё Залесие Так что В полной Мере С тем Что здесь Написано Я не Соглашусь А вот То Что Этот Деятель Даже Года Киевом Не проправил Это Факт И дальше Киевом В основном Правили Наши Собственно Русинские Украинские Князья Но иногда Захаживали И соседние Из других Центров Былой Империи Руси Что в общем-то Нормально Дальше Когда Московиты Говорят Что Ханы Там Какому-нибудь Вот этому Товарищу Вот этому Передавали Ярлык Вот На Киевский Престол Ну Это Является Ложью Ложью По той Причине Что На тот Момент Существовало Уже На территории Руси Несколько Великих Княжеств И Как бы Кроме Великого Князя Киевского Был Еще Великий Как видите Великий Князь Владимирский И По сути Он и был Великим Князем Владимирским А Киевским Он Фактически Быть Не мог В Киеве Правил Совершенно Другой Человек Имена Тогдашних Правителей Киева Хорошо Известны И Он Ни лично Ни через Представителей В Киеве Не был Дань С Киева Не собирал Ну то есть Это чисто Очень такая Нелепая Московицкая Придумка На самом деле Что Этот человек Имеет Какие то Виды Типа Направления Киевом Позднее Может быть Детально Это все Разберу И опровергну Вот давайте Линия Наших Князей Которые В противовес Сепаратистам В противовес Усопщикам Которые между Собой Грызлись Как раз Взяли Курс На сохранение Руси И возрождение Руси Украины Хоть Пусть И в виде Малой Руси Уже А не Империи Руси Но хоть Так Лучше Чем Никак В общем-то Тут у нас Все это На определенном Этапе Как видим Тоже Смена Властителей Разных Ну ладно Это Объяснять Владимир Владимирович Великий Любой Из вас Может Загуглить Почитать То Что он Изображен Без короны Это тоже Видимо Московицкая Это же Московицкий Царь Добрый Тоже Владимирович В более Ранний Период Мстислав Как раз Тимотораканско Черниговский А это Другой Мстислав В общем Снова же Они Берут Курс Как раз На Правление Территориями И Непосредственно В Украине Где нибудь Поближе К Украине Не лезут Туда В залезе Чтобы Соответственно Аккумулировать Силы Ну и В общем-то По возможности Спасать Что осталось От Руси Опять же Тут он Изображен Это летопись И он Изображен Византийской Императорской Короне Идем Далее Мстислав Изяславич То есть У нас был Перед этим Мстислав Ранее был Еще Мстислав Вот И опять Федор Заметьте Великий Князь Киевский То есть Великое Княжение Киевское Никуда Не делось После того Как Возникло Великое Княжение Владимирское Владимирское Да И как У нас Все свое Было Что нужно Вот Роман Мстислав Великим Князем Романом И Самодержцем Всея Руси Почему Всея Руси Если Империя Руси Раскололась Почему Так Его Называет Ипотевская Летопись А Галецко-Волынская Летопись Также Называет Его Не только Самодержцем Всея Руси Но и Царем В земле Руськой Звучит С одной Стороны Странно Ведь Огромные Территории На севере Востоке Потеряны А С другой Стороны Но Основной Русью Он Правит Опять же У него Не было Шапки Псевдо Мономаха А у него Была Византийская Корона Если Сейчас Вот Эти Печати Снова Если сравним С византийскими Поймем В чем Тут Суть А в Летописях Снова Изображается Византийская Корона Это что Встреча После Битвы Со стороны Новгородца В роман Да Вот тут Византийские Короны Изображен он тут Конечно Странно И опять В шапочке Черт побери Вместо того Чтобы в короне Ну что же Сделать Наверное В России Это рисовалось Ладно Так или иначе Вот Без картинок Просто давайте По Летописям Летопись Его называют Самодержцем И царем Руси Это правильно Поскольку Исконной Малой В узком Смысле Руси Он правит По большей Частью Кроме Восточных Ее регионов Ну и В общем-то Византия Что же Теряла Свои территории Если взять Историю Византии На тот момент То Византия Потеряла И на востоке Огромные территории Поскольку Византия Выводила Себя От Рима То Византия Больше Потеряла Чем Имела От владений Когдашней Римской Империи И тем не менее Византия Себя считала Правонаследницей Византийской Империи И тем не менее Византийские Императоры Называли Себя Императорами А не так Сбоку Припеку Поэтому И наш Великий Князь Но Титулатура Великий Князь Это В нашем Языке А если Его называли По-персидски Его бы Назвали Шахен Шах То есть Шах Над шахами А соответственно Если Говорить Византийской Терминологией То получается Император Или Базилевс Или что Более привычно И понятно Людям Это царь Ну Нынешним Людям В Руси Вот У этого Князя Кстати У которого Также Была Преемственность И от Византийских Византийских Собственно Деятелей У него В частности Был Золотой Двухглавый Орел Здесь Не изображен Может Так Сейчас Вытащу Это Один У него Несколько Было Этих Перемышлей Так Так Или Иначе Ладно Не стану Закапываться Так Или Иначе Погуглить Тоже Герб Василька Романовича И Ну Сможете Проверить Что у него Был Двухглавый Орел В то время Как у Московитов Еще Не было Ну И Собственно Данила Романович Данила Романович Человек Весьма И Весьма Интересный Весьма И Весьма Незаурядный Он Всю Жизнь Практически Был В каких-то Походах В каких-то Нюансах Поэтому Биография Данилы Романовича Отчасти Связана С Биографией Рюрика Там Если Брать Историю Про Рюрика То Он Родился На Рюгине Правил То там То этом Завоевывал Фризию Утрахт Дорестат Другие Территории Собственно Опять Покорял Венские Покорял Люточское Восстание Собственно Дальше Завоевывал Восточную Прибалтику Дальше Стал уже Великим Князем Киевским Ну Правда В Киеве Не особо Долго Оставался Правил Жил И правил В основном В этом В Немогарде То есть В Новгороде В Северском Новгорода Эльменского Тогда еще Не было Именно Как раз При Рюрике С Территорий Западных Славян Началось Массовое Переселение Через территории Литвы Будущей Оставая Некоторые Там и Оставались Ну Некоторые По морю Конечно Некоторые Через Польшу И Русь Но Через Польшу Это Имело Свою Сложность И Не все Территории Будущей Руси Были подконтрольны Рюрику Поэтому Удобнее Все Таки Для Этих Было Или Через Балтийские Страны Или По морю И вот Так Туда Из Киева Из Новгорода Северского Направлялись Отсюда Направлялись И Легенды Смешивались Но Так Или Иначе Они Помнили Что Гастомысл Рюрик Все Дела Это Их Основа Однако Сейчас Не об этом Кстати Кстати Вот такая Карта Есть И Вот тут Видно Что Вот Эта Штука Выделилась В отдельное Великое Княжение Ну По сути Дело Из Руси А Позднее Уже При Золотой Орде Туда Типа И Перенеслась Ставка Церковного Лидера Хотя Параллельно С этим Некоторые Так Сказать Метрополии Организовывались И Здесь И Здесь Все Это Отдельная Еще Церковная Конкуренция И Церковную Историю Лучше Пока И не Трогать Вот тут Корона Неплохо Изображена Хотя В общем-то Сюжет Несколько Странно Выглядит Ну Ладно Да Как я уже Говорил Есть Вероятность Что Данила Поначалу По крайней Мере Мог Использовать Двойную Корону Которую Когда-то Использовал Еще Мономах Владимир Мономах А позднее Уже Использовал Корону Которую Получил От Папы Римского Почему Он мог Использовать Сдвоенную Корону По Мономах Типу Так Это Потому Что В общем-то Он К Так Сказать Вот этим Своим Начальным Как бы Вотчинным Территориям Стремился Присоединить И все Остальные Территории Исконной Руси Украины Как раз За Буквально Столетие До этих Событий Впервые Официально В летописях Зафиксировано В 12 Веке Упоминание Слова Украина В летописи И оно Отнюдь Не означает Окраина Или обочина Чего-то Но Так или иначе Оно Есть Как Выкраенная Часть В общем-то Русь Украина Дальше Уже На момент Данилы Можно Считать Что По сути Проект Государства Данилы Поначалу Это Проект Вообще Пересобрать Русь Заново Как-то Упорядочить А позднее Это уже Проект Руси Украины То есть Просто Сохранить Исконную Часть Руси Разрешив Каким-то Северо-восточным Узурпаторам Жить По-своему Он Он Своевременно Договорился С ним О том Что Он Не будет Претендовать Соответственно На Северное Владение И даже По сути Дело Был Не против Уступать Ему Некоторые Территории Которые Может и не Стоило Уступать Но Так или иначе Данила Старался Саккумулировать Доступные Ему Ресурсы И в Условиях Дефицита Таковых Все-таки Хоть Как-то Стараться Не пасть Не пасть Перед Угрозами Со стороны Золотой Орды Не пасть Перед Внутренней Угрозой Со стороны Боярства Ну и Конечно же Не пасть Перед Западными Странами А по Возможности Использовать Эти Западные Страны В своих Целях В целях Выживания И благосостояния Руси Украины